Верховный суд Республики Адыгея приговорил к четырем годам колонии по делу о госизмене 18-летнего жителя Майкопа Кевина Лика. ФСБ обвинил его в том, что он якобы осуществлял визуальное наблюдение и фотографировал в Майкопе места дислокации российских военных. А фотографии Лик, по версии российских спецслужб, отправлял на электронный почтовый ящик представителя иностранного государства. Что-то, видимо, в действиях молодого человека дало повод для его преследования. Совсем не значит, что это преследование законно и обосновано даже с точки зрения российского закона. Российский закон сам по себе далеко не всегда отвечает правым стандартам. И в частности, к преследованию за госизмену особенно. В феврале 2023 мать старшеклассника Викторию Лик арестовали на 10 суток. По статье хулиганства. Обычно такие аресты применяют, чтобы помешать человеку выехать из России. В данном случае могли таким образом заблокировать возможность выезда самого Кевина, поскольку для этого ему бы понадобилось разрешение матери. Кроме того, это удобный способ зафиксировать человека, получить доступ к нему самому, его вещам и технике. Наконец, не исключено, что ФСБ могла подозревать в госизмене или соучастии в таком преступлении саму женщину. Евгений Смирнов – адвокат. Судить за госизмену могут и тех, кто снимал атаку ВСУ на военные корабли в порту Феодосии. В оккупированном России и Крыму предупреждают правозащитники. Сам дискурс публичной пропаганды, касающейся войны, он ведь предполагает, что в России все хорошо, что никакого вреда ФСБу причинить российской армии не могут, что развиваются усилия российской армии на фронте, и ничего противопоставить Украина не может этими усилиями. И любой чувствительный удар, он подрывает пропагандистскую конструкцию. Поэтому не только с военной, но и с политической, идеологической точки зрения информация об эффективном ударе по военной инфраструктуре, по военным объектам Российской Федерации, конечно, невыгодна властям. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что в 2023 году в российские суды, согласно официальным данным, поступило не менее 70 дел о госизмене. В 37 случаях суды уже вынесли приговоры. Все они обвинительные. Вероятно, количество людей, которые противодействуют каким-то образом агрессивной войне, действительно, передача информации или иными действиями, которые государство квалифицирует как госизмен, действительно растет. Это, в общем, естественная реакция в России. Многие люди возмущены, недовольны всем, что происходит агрессивной войной и пытаются то, что они находят полезным и разумным, делать для того, чтобы противостоять. По официальным законам, к уголовной ответственности за госизмену можно привлекать 16-летнего возраста. Юристы поясняют, большинство дел, связанных с гостайной, расследует центральный аппарат ФСБ в Москве. Юлия Биль для телеканала Freedom.